привет вы на канале независимость или зависимость мне и я напоминаю что наш канал он посвящен аддиктологии аддикшн это зависимость логос это учение мы помогаем тем людям которые попали в проблемы употребления химических веществ а также их родственникам и сегодня я с радостью представляю вам интервью которому наш канал готовился ровно один год у нас в гостях в праге был василий крупа бывший криминальный авторитет который был спасен любовью поэтому вас ждет увлекательное интервью а я попросил бы вас о двух вещах напоминаю что палец вверх а также поделиться это распространение материала который возможно спасет не одну сотню жизни второе те вещи которые сделал вася когда решил дать это интервью они очень дороги для меня потому что на самом деле я понимаю что это такое перешагнуть от этой идеи от этой воровской традиции и на много миллионную аудиторию заявить о том что ты изменился поэтому вас ждет увлекательное интервью заранее палец вверх напоминаю что под каждым роликом есть почта секретаря написав на которую вы найдете помощь если ваши родные или близкие попали в потребление химических веществ быть добру мы сейчас находимся на военном секретном аэродроме в чехии смотри и вот ворота въезд в ангар там истребители стояли военные толщины двери это все вокруг герметично закрывались это все вон а над ангарами видите как лес там сопки и это все затапливалось во время войны водой и получалось как большое озеро и никак не могли русские летали это был немецкий военный аэродром русские летали не могли найти чтобы разбомбить его вот мы сейчас здесь находимся этот детских я тут вырос здесь это детство мое прошло как прикольно сейчас тут полеты проходят да вот так вот вообще очень классно очень красиво а с той стороны озера на ту сторону купаться бегали вон они видишь вокруг всего вон один открытый ангар видя кто бы мог предположить что город вот просто военный город где стояли советские войска стояли навсегда превратиться вот в такие заброшки где только птицы и звери эти дома чехи отремонтировали этот начали ремонтировать вот так вот превратилась из такого они взяли и делают раз вот такой привет канал независимость или зависимость не я рад приветствовать вас и напоминаю у нас большое количество подписчиков которые присоединились к нам буквально за эту неделю мы стартуем заново от числа 20000 после двух лет активной деятельности канала поставьте пожалуйста палец вверх и подпишитесь потому что когда вы подписать подписывайтесь у вас удача ждет впереди шутка и сегодня интересный контент сейчас я расскажу о чем и я просто анонсирую чем прекрасен сегодняшний контент потому что я буду давать сегодня интересные вопросы приглашенному гостю я сейчас объясню почему мы находимся на секретном аэродроме в чехии и за моей спиной секретный ангар в котором стояли а может сейчас и стоят секретные самолеты чем замен знаменательно это это все а местность то что здесь есть река которую перекрывали шлюзом и весь этот аэродром в военное время мог превратиться в озеро и как только проходила опасность шлюзы открывались и озеро уходило и получалось что здесь действовала военная авиация и чем еще знаменательно это место то что здесь родился и вырос не побоюсь этого слова мой друг замечательный человек папа семьянин для некоторых людей людей очень серьезный авторитет для некоторых криминальный авторитет оставайтесь на канале это василий крупа и я поприветствую его сейчас в кадре мы начнем интересную беседу поставьте лайк и так я рад представить моего друга моего замечательного товарища того человека которого я уже представлял это вася крупа который расскажет нам о своей жизни человек который родился в семье военного здесь в чехии на этом секретном скажем так военном городке в этом рядом с секретным аэродромом он из до семи лет здесь рос и сейчас стартанем от 7 лет многие люди знают васю по украине в киеве вася 18 лет был в местах заключения и у василия когда-то 10 лет назад в корне поменялась жизнь то есть все наоборот вдруг стало и мы сейчас начнем постепенно узнавать как это произошло и в чем собственно говоря суть его пути и так я рад тебя приветствовать привет начнем всем подписчикам доброго дня хорошего времени суток и всего самого наилучшего дальнейшем будущем во первых очень рад что меня пригласил этот отличный товарищ мой друг очень хороший человек вправу это незабываемые эмоции впечатления я хочу поправить извини пожалуйста я тут жил не до семи до двенадцати лет поэтому я уже в зрелом юношеском возрасте был я все помню что здесь происходит понимаешь у меня эмоции такие я сейчас как вернулся восемьдесят девятый год вообще все пережил и так классно есть о чем подумать вспомнить переосмыслить понял все взвесить здесь же еще нельзя материться у тебя на канале правильно это же youtube канал смотри мы материться можем ну как бы да лучше удержаться потому что не так будет продвигать до уважения к твоим зрителям из уважения к youtube я буду пытаться сдерживаться от плохих от плохих слов хорошо в общем здесь мою здесь началось и прошло мое детство здесь прошли самые лучшие годы моей жизни потом восемьдесят девятом году мы вернулись назад в украину девяносто втором году меня посадили в тюрьму постовую по 142 части 2 далее три года я поехал на малолетку на прилуги и с этого момента кардинально изменилась моя жизнь из мне очень сильно на то время понравилось в тюрьме мне захлестнула эта романтика ауе жизнь ворам все класс козлов на нож жизнь ворам все это все четенько зашло мне хотелось побывать везде на всех тюрьмах на всех режимах все было интересно короче и начал жить это интересный и увлекательной жизнью до этого принципе с детства все это проявлялось но все принципе основное началось с первого посещения дедушки лукьяна так скажем дедушка лукьян я это так называют лукьянов скую тюрьму в киеве сезон номер один на лукьяновской дегтярёвская пархоменко этом переименовывают ну да так вот на этом месте вот когда лукьяновка началась я поподробнее насколько помню ты мне говорил о том что вы ты еще был в чешской одежде в чешской обуви у охранника решил это выметить на наркотики и так как наш канал он посвящен тому что есть выход из наркозависимости вот мне хотелось бы на этом заострить то есть как получилось почему то есть ты оказался в такой компании в таком окружении и с такой целью что ты в ней решил что ты сейчас свою такие фирменные шмотки заработанные здесь в чехии твоими родителями поменяешь на наркоту до или как это произошло трава на трамадол хотел сказать на тарен на тарен это когда ехали этапом это на бороде прилипло ехали когда этапом из лукьяновки в прылухе на малолетку первый раз поел это поменяли конвойному в столыпине на пачку травмодола на бутылку одеколона понял на четверых ее выпили так прекрасно началась у меня малолетка на 3 на третий день только понял где я нахожусь что со мной происходит но все прошло более менее это нормально то есть смотри а но тебя настолько увлекло вот из-за того что ты находишься в таких условиях несмотря на того что ты из семьи военного все в семье все порядочные все люди папа военный и тут тебя перекрывает и мама военная и ты говорил у тебя еще дядька там генерал да тоже но я не буду упоминать вопрос в том что вот все обеспеченный раз и тут ты попадаешь в эти естественные условия и решаешь ну блин тебе 17 до 14 14 14 лет и ты решаешь в довеса ко всему они попробовать или наркотики она расскажи об этом подробно ну это тогда еще не воспринималось как наркотики это было же это было детство баловство ехали тюрьма романтика но захлестывал я до этого еще никогда не пробовал это просто было типа как значит все ешь там модный она по-любому с пацанами поддержать потому что ну как иначе это все по баловству произошло наркотики начал употреблять уже 18 18-19 лет начал употреблять и наркотики это у нас киеве было такое место прекрасная ломоносова оттуда началось удивительно осознанное употребление 90 процентов киевлян началось с этого места употребления наркотиков именно героина приезжали негры из там разных бурунди и торговали торговали героином по 10 долларов чек туда ездили самое любимое место у нас было я напоминаю что когда мы упоминаем все эти вещества которые только что произнес василий мы произносим это только стоит целью чтобы донести нашим зрителям что наркотики они влекут за собой тюрьму даже смерть больница это промежуточный вариант поэтому не употребляйте наркотики продолжим и вот тебе 19 ты уже ныряешь в жесткие наркотики уже началась угла укалывания нет сначала шло это нюхали героинчик сначала шло пара орально там или как она пара орально до 1 1 шлоу прием наркотиков потом конечно началось это все внутривенно употреблять начали из-за чего употреблять наверное раньше не было такого масса употребления наркотиков как сейчас раньше они кололись и не употребляли все все подряд поняла раньше кололись только там избранные единицы там кому это было доступно как ну как практика показывает это были состоятельные люди которые были в состоянии заработать себе деньги то есть но каким-то образом потому что это все стоило у всех были машины все были при золоте пошли где-то откуда-то получали понял что да это все было это и тогда кололись тогда единицы там в киеве кололись можно было перечислить по пальцам это уже сейчас началось эти все дети с такое массовое употребление наркотиков и везде продают и везде он доступен раньше это элитарно считала потребляли только куда люди богатые либо там вот такой массе это авторитеты да такое массовое употребление началось с ломоносова еще всем стало доступно и они все туда побежали потому что они все смотрели как это все классы фильмы эти пули там я тоже употреблял в одном из своих роликов я упоминал что вот мы с василием представьте одного возраста мы одногодки у нас вот такие интересные у обоих судьбы я рад сейчас что он у меня просто на канале в гостях и я вот хотел бы тоже да насколько он в сильно влияло тогда на нашу молодость вот этим просмотры фильмов пуля криминальное чтиво настольные книги просто были давай вернемся к тебе и то есть тебе 19 ты уже начал употреблять эпизодически и решаешь что тебе не интересно так как твоя семья там военная ты хочешь двигаться по криминальной ленте лестнице это было еще понятно это еще было понятно с детства это криминальное все мне нравилось еще здесь я всегда был не такой как моя семья всегда отлич а отличался отличался от их него образа жизни то есть поймаешь это а потом когда первый раз попробовал наркотики вообще понял что это мою понял это моя тема я никому в принципе не врагам не друзьям не советую рекомендую и всем желаю только обходиться мимо этого избежать этого потому что это такое это дорога в одну сторону это очень плохо тяжело страшно и больно и вам и окружающим людям которые вас окружают первую очередь которые вас любят как-то короче так смотри то есть сколько в общей сложности у тебя получилось в заключении ты провел 8 почти 18 17 чем-то лет и насколько мы знаем из твоей судьбы из твоей жизни все время это то есть как это называют давил на блатную педаль то есть придерживался вот этих традиций воровских да то есть вот этого ауе и даже тебе знакомые вот там толя солома да это твой товарищ до друг твой потом щадила это который известный сейчас блогер да андрей щадила дамбровский это мой друг и мой знакомый ты к нему не у тебя неоднозначные отношения я его вообще не знаю ничего не могу задам русском сказать я понял круг мой общение что мы вместе сидели мы очень много лет дружили с андрюха сиротой мопс это постоянно это наш преданный верный оруженосец это я там где-то есть даже на первом видео как мог заехал в хату то есть это из василий начинала чего-то он увидел в мопсах в кадре это там происходило тогда когда вот именно вася сидел но и получается то есть 19 лет такой жесткой судьбы ты говоришь ты там сколько-то провел именно в карцерах да по по времени все вы почти все время у камерной системе я мало находился в открытой но в лагерях понял меня посела держали или в камере или в тюрьме укрыто где-то в одиночках то есть я сейчас переведу для тех девушек для тех женщин то у нас много подписчиц на канале именно девушек женщин то есть это не просто там где-то но там зона это как типа лагерь пионерский только он окружен колючкой да и внутри сидят ну как бы заключенные да а тюрьма это именно камеры и вот все время камеры представьте на протяжении почти 19 лет посвященный человек как ты из этого выбрался вот наша основная вещь я понимаю что мы сейчас переключимся на то что тебя спасло а это важно хочу сказать спасибо во первых всем своим родным близким мама папа сестра срока пять с половиной впереди я находился в очень глубокой наркотической зависимости потому что я был просто идейный наркоман я очень любил не просто любил кого я кололся везде всегда и никогда не было передозировки я кололся без дозы его очень любил понял то есть но это все у меня было прекрасно но это и у лена 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 еще раз лена алло вася я тебя люблю я тебе кеды куплю и вместе побежим то есть а произошло это все так вот разговоры она мы с ней общались 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 она ходила там на группы узнавала как лучше со мной разговаривать общаться все общались общались а в один прекрасный в одно прекрасное утро я в пять утра проснулся у меня в кармане грамм метадона утренняя моя доза раскумарка чтобы пройти в себя пойти передвигаться встал посмотрел в окно и такой прекрасный заказ восход был в пять утра у меня над этим и подумал что не буду не буду я больше колодца не хочу это все надоело мне нового там ничего нет понял то есть все уже для меня я уже там пробовал и видел все то есть это еще и отказался так в один вот в один момент просто решил не буду еще и перестал с этого времени колодца тысячи человек на буче свидетели этому всему весь лагерь чуть там не было панишок а ну то есть как это так произошло не верил никто очень долгое время сейчас я переведу для подписчиц нашего канала для подписчиков то есть получается вася он за время вот этого девятилетнего срока буча это вот наш город в украине который сейчас знает весь мир да он сейчас город герой да и вася вот там рядом находится эта зона какой-то номер 95 да и вася стал как как говорят смотрящим этой зоны то есть и вот представьте наркотики льются рекой все есть человек может дальше продолжать жить так как он жил но любовь в сердце которая посеяла алена то знание которое алена получила на группе 12 шаговых зависимых то есть есть 12 шаговая до научили да научили научили ее как общаться и она достучалась до васи и вася риф сделал выбор в сторону любви жизни свободы детей и оставил потребление и сегодня мы в чехии мы готовим это это интервью год следующем надеюсь столик то ли солома будут я очень рад что у вас вот просто делится своими жизненными ситуациями которые он прожил потому что я понимаю насколько труден этот путь и последнее чем хотелось бы завершить скажи тем людям которые уже попробовали те люди которые уже в зависимости что им бы хотел сказать вот я вот я сейчас хотел хотел сам тоже дополнить раньше употребление не было понимаешь как-то вот непроизвольно проходит приходят какие-то непонятные бонусы то ли как-то какие-то я не знаю там манна небесная можно ее назвать как угодно понял то есть происходят в жизни такие изменения которых ты даже не подозреваешь и которые не могут у меня кардинально изменилась жизнь того момента как я бросил употреблять как я перестал употреблять и любить наркотики их просто перестал любить понял и у меня было еще пять лет срока тут непроизвольно непредвиденно получилось произошло такое волшебство я по актировке освободился правда за денежные не будем это говорить скажет и но ты произошло освобождение я освободился и же мы освободился от наркотиков женился у меня появилось двое детей два сына потом появилась дочка еще в общем у меня стало то есть появилась то о чем я вообще не мог никогда мечтать понимаешь сейчас я настолько даже не представляю как можно ставить на одни весы и там семью детей счастье радость ну кайф вокруг посмотрите это небо яркое солнечное но эти улыбки природа эти птицы с наркотиком вообще на одно это а он же застилает все ребята бегите бросайте просто пока не поздно сделайте для себя выбор примите свое правильное решение которое вы сделаете я буду надеяться что это освобождение от наркотика потому что другое решение это неправильно и живите есть вокруг в целый мир куча разы найдите себе заменение наркотика найдите такой же кайф который вы будете ловить просто от жизни вот какой вы ловите от наркотика найдите в чем-то в чем-то в мире миллиарды вещей которые вы можете попробовать вы еще много него не пробовали попробуйте шоу угодно один прыгать с парашюта второй собирает грибы третий ягоды и каждый кайфует по-своему но басти наркотик ребята это дорога только под землю в ад я очень благодарен тебе что ты дал такое я очень благодарен тебе за то что ты дал такое развернутый классный ответ на все наши вопросы я благодарю бога что у нас получилось такое замечательное интервью и напоминаю что у нас на канале постоянно выходят ролики поэтому подпишитесь это полезный канал сделайте распространение этих роликов для того чтобы они послужили свидетельством того что можно жить без наркотиков и быть счастливым вы были на канале независимость или зависимость не подписывайтесь палец вверх пишите на почту секретаря и напоминаю также что мы работаем с командой психологов адектов которые как сказал один наш коллега разворачивают фары назад то есть учат людей как можно жить без наркотиков и помогают медицински помогают профессионально подписывайтесь на канал пишите на почту секретаря быть добру мы люди изнутри бывшие в проблеме употребление понимаем о чем он говорит и мы все но я не говорю не только за себя нас много кто его знает мы все согласны с его методикой поддерживаем его он эффективно он показывает и подсказывает как правильно освободиться от наркотиков поэтому примите к сведению его слова мой вам совет спасибо за рекламу быть добру независимость три семерки быть добру